Итак, значит, хорошая неделя и главу мы изучаем Корах. Интересно, что за границей сейчас читают главу Шлах, то есть не в Израиле, но так как я нахожусь в Израиле, то мы идем по израильскому расписанию, поэтому мы идем и читаем уже главу Корах. Значит, напоминаю, что в прошлой главе произошло большое событие, когда народ Израиля после получения Торы подошел к земле Израиля, послали разведчиков, разведчики вернулись, сказали клевету на землю Израиля. Это народ по моей версии, да, то есть есть разные-разные версии, почему они отказались идти, зайти, испугались. Мне кажется, что самая простая, понятная версия, это то, что у них во время стресса включилась их старая сущность, которая была у них в Египте, арабская сущность, которая была заложена в них с детства. И когда человек попадает в стресс, у него отключаются все новые знания, все у него отключается, и включается его то, что называется природа, да, то, что и в него заложили, было заложено годами, все его инстинктивные функции. И когда они услышали клевету на земле Израиля, испугались, то есть те сказали, мы не победим, мы здесь все погибнем. В момент стресса человек впадает в состояние, когда ему хочется только одного убежать, и они начали кричать, все, верните нас обратно в Египет, мы хотим вернуться в Египет. И они обо всем сразу же забыли, о чудесах, о даровании Торы, о расступлении моря. То есть это все минутное озарение, да, а рабами их воспитывали с детства. Поэтому это, конечно, очень тяжело, но нам с вами очень понятно, потому что если мы выросли и 70 лет прессовали, прессовали наших всех предыдущих поколений, да, прессовали одной идеологией, то я, например, никогда не смогу забыть песни «Взведи с кострами синей ночи», «Мы пионеры, дети рабочих». Близится эра светлых годов, клич пионера «Всегда будь готов». То есть вот это вот «Всегда будь готов» это уже не сотрется из памяти до конца жизни. И в момент стресса я могу забыть всем навыков высокоэффективных людей, могу забыть множество новых приобретенных знаний, но песню «Взведи с кострами» я не забуду никогда. И точно так же они, к сожалению, когда услышали, и вот тут мы, опять же, здесь мы понимаем роль лидеров, потому что лидеры, когда им сказали, вот эти вот лидеры, которые пошли разведчить, они им сказали, что мы не победим, нас там убьют, то они, конечно, впали сразу такую в общественную панику. Хорошо, значит, и вот после этого, после этого Бог сказал, что на 40 лет пустыню, все, кто боялись, умрут в пустыне, а уже из пустыни зайдет их дети, которые они говорили, они погибнут в пустыне, дети зайдут в землю Израиля. И тут интересно, что вот эти вот 40 лет в пустыне главным тренировочным инструментом был бетахон, это уверенность в завтрашнем дне, натренировать его, да, перестать бояться, даст Бог день, даст Бог пищу. Каждый день они ложились спать, и у них был пустой холодильник, ну, холодильника у них не было, у них не было что кушать. Каждый день ман, который они получали на один день, он исчезал. И спрашивал ребенок, мама, а что мы будем кушать завтра? А мама ему отвечала, даст Бог день, даст Бог пищу. Не надо волноваться в завтрашнем дне, нужно волноваться только о чем, чтобы с Богом быть в хороших отношениях. И 40 лет они вот это вот тренировали, тренировали, да, вот это вот свое спокойствие, уверенность во Всевышнем, чтобы не бояться. Потому что когда человек боится будущего, он по факту, он просто не доверяет, он не знает будущего, никто не знает, какое будет будущее. Страх перед будущим равно не веря в Бога, что он тебя поддержит. А если ты не веришь в того, кто тебя поддерживал до этого момента, то это же проблема. Например, если Дамир, он всегда ко мне хорошо относился, а я, например, буду его вдруг с сегодняшнего дня подозревать, что он хочет там, например, сделать какой-то вред. То само по себе такое отношение безосновательное, оно очень обижает, оно свидетельствует о проблеме в том, кто так относится. Понятно, да, идея? Вот, теперь, значит, Всевышнего на 40 лет отправил, и конец был предыдущей главы Шлахлыха. Это отрывок про кисти цицит на краях одежды, что будете смотреть на них, будете видеть в кисти голубую нить. У меня есть некоторые талиты с голубой нитью, некоторые без голубой нити. Будете вспоминать все заповеди Бога и не будете блуждать, влекомые сердцем и глазами. То есть, обычно человек, он блуждает, влекомый сердцем, сердце это его мышление, и глазами, то есть, человек находится в хаотичном, реактивном режиме. Туда посмотрел, значит, вот туда повело, сюда посмотрел, туда повело, то захотел, туда повело, то не захотел, сюда повело. То есть, человек вот так вот, все время его внутренний мир, он как калейдоскоп, да, то есть, вот этот вот внутренний мир человека, его очень тяжело собрать. Мышление не останавливается ни на секунду И тебя постоянно куда-то уносит Теперь, что интересно Что мозг человека, так как он создан для того, чтобы спасать жизнь То есть главный инстинкт, который двигает мышление Это инстинкт самосохранения Он будет искать на вот этом свободном режиме На свободном режиме Он будет искать все время проблемы Где же вот эта вот опасность для жизни И даже если ее нет вообще То мозг найдет Потому что что-то обязательно похоже на опасность для жизни в прошлом И человек, значит, он увидел кого-то, да? О, опасный Почему опасный? Похож на персонажа из фильма «Злодея» Значит, мозг его предупреждает Опасность А там нет опасности То человек вообще хороший Но когда этот на него так смотрит, как на опасного Думает, а я сейчас первый ударю На всякий случай, да? Бей своих, чтобы чужие боялись Все, и жизнь человека разрушена Потому что мозг, который ищет опасности там, где их нет Он вводит человека в состояние стресса В состояние стресса человек перестает быть эффективным И что, ладно, раньше это было полезно То есть действительно опасности для жизни были на каждом шагу То есть была вот реально жизнь была дико опасная Но сейчас жить постоянно в стрессе, когда можно жить, радоваться, наслаждаться Получать удовольствие от каждого дня жизни От каждой минуты, от каждой секунды То есть сейчас это подстава То есть мозг сейчас, большинство людей Загоняет стресс в депрессии и так далее Чисто по тому, что люди не умеют им управлять Хорошо, и нам дал, Всевышний дал в главе процицит Значит, и будете смотреть на них И будете вспоминать все заповеди Бога И не будете блуждать легко мы, сердцем и глазами То есть когда мозг, он занят конкретной задачей То у него нет времени блуждать Поэтому люди погружаются там в какую-то работу, еще куда-то То есть в телевизор, в интернет, чтобы занять свой мозг Но интернет, ты тоже блуждаешь Поэтому нужно, а куда нужно идти? Идти нужно за Всевышним Тора заповеди Хорошо, теперь глава Корах Начинается глава Корах Войках Корах, Бен Ицгар Значит, и взял Корах, сын Ицгара Сын Теата, сын Леви То есть Корах, он был из колена Леви Из того же колена легитов, священников Что оттуда был Машера Бейну И с ним вместе был Датан и Аверам Датан и Аверам, это были два скандалиста из колена Реувена То есть описаны здесь три человека из колена Реувена И Корах из колена он был, из колена был Левитов И что они сделали Значит, еще они вместе собрали вот эти вот три человека Корах, значит, Датан Аверам и он, Бен Пелет Они собрали еще 250 человек Которые были знатные люди Такие, Несеи и Да Значит, они были люди, которые с именами Такие, ну, известные люди И они все собрались на Моше и на Аарона Все они вышли на демонстрацию против Моше и Аарона И сказали им Равлахем, значит, хватит вам Все здесь святые, значит, и Бог среди нас находится Зачем это вы возноситесь над общиной Бога? Значит, здесь в этой главе мы изучаем конфликтологию Мы изучаем, что происходит вообще с людьми Когда, ну, именно в области конфликтов Да, вот мы изучаем здесь схемы, которые прям очень сильно работают Значит, смотрите, здесь интересно Так Кто собрался выступать против Моше? Давайте разберемся Корах Корах это был один из левитов Который был самый, он был очень богатый Каким-то образом он больше всех вынес денег из Едипта И, значит, он возмущался тем То есть у него были деньги Но у него, он возмущался, что Аарона сделали первосвященником А другого его младшего брата сделали Сделали главой колена леви И он остался самый богатый Но он не глава колена леви Не первосвященник Он остался без постов в руководстве И он, значит, думает А что ж такое? Тут есть у нас еще одна вещь В Мишле есть такой отрывок Что хохмат нашим банта бейта Значит, мудрая женщина построила дом В Ивелес Беядея Теарсена А женщина глупая и грешная Она своими руками разрушает дом То есть умная своими руками строит Глупо разрушает И говорит нам устная Тора Что умная женщина Это про жену Он Бен Пеллет Он тоже был один из зачинщиков здесь Видите, в первом отрывке Перечислены три главных зачинщика бунта Одного звали Корах Второго звали Датан Третьего Аверам И четвертого Он Бен Пеллет Так устная Тора нам говорит Глупая жена свой дом разрушает Это жена Кораха А умная строит Это жена Он Бен Пеллета Значит, что рассказывает устная Тора Медраж про жену Кораха Она его настраивала против Мошера Бену Она говорит Да, вот сын Амрама Как же тебя над тобой смеется Вот он, значит, тебя унижает Как он Помните, был момент, когда левитам Надо было обрить все волосы с тела И их поднимали Мошей Арон И она мужу своему говорит Этому Кораху Чего только Мошей не придумает Чтоб тебя опозорить Это он специально против тебя задумал В общем, она его все время Как бы подначивала На то, чтобы он сделал это восстание Теперь, что сделала жена Он Бен Пеллета Когда Они уже там будет Дальше мы узнаем, что было дальше В общем, развязка этого бунта Это был бунт И я чуть-чуть сделаю спойлер Все участники бунта погибли По воле Всевышнего Все умерли Теперь, когда они уже шли На вот этот решающий бунт Жена Он Бен Пеллета Она мужу говорит Слушай, а ты зачем туда лезешь? Какой твой интерес в этом споре? Зачем ты лезешь в спор Который не твой вообще? Это Корах У него есть интересы Датан, Аверам У них есть интересы Ты зачем Свою жизнь отдаешь за интересы Ну вот Непонятных других людей Он говорит Нет, я пойду Я пойду Потому что Как я не пойду? Они же Как бы мы одна Одна Мы братья Мы вместе Она Значит Жена Он Бен Пеллета Она не стала с ним спорить Говорит нам устная Тора А она вечером ему говорит Давай, как говорит Дорогой Выпьем с тобой Приготовила вкусный ужин Напоила его вином Значит Не давала ему долго спать И утром Когда они пришли За ним Остальные все Он Он Мирно спал А она вышла Вышла она Их встретить А они были все очень Все равно Они же все были Очень такие Религиозные Верующие люди И значит Она вышла У нее была Открытая голова Нельзя смотреть Замужняя женщина С раскрытой головой На нее нельзя смотреть И они Она вышла И они убежали То есть Они-то Шли Думали Что они За правду воюют И он Проспал Проспал Эту демонстрацию На которой Они все Подимли Представляете Вот так вот Умная жена Своими руками Свой дом строит А глупо Своими руками Разрушает Теперь Почему они восставали Давайте посмотрим Значит Корах восставал За то Что его лишили Лишили его власти Датан Аверам Они были Все время Они скандалисты Они все время Выступали против Маши Робейну Еще с самого начала Начинается Первый раз Они появились Эти два скандалиста Когда Маши Робейну Еще был Он же воспитывался Во дворце у фараона И он вышел Увидел Что египтянин Избивает еврея Это он избивал Датана И он Это было Очень несправедливо И Маши Робейну У него На тот момент Он Прямо Его Это так Возмутило И он Уже Обладал Даром Пророчества Таким Он увидел Что Посмотрел Вправо Влево Увидел Что нету Добра Ни в прошлом Ни в будущем Ничего И значит Мы главу Корах изучаем И он Убил Тогда Египтянина На следующий день Он увидел Как два еврея Между собой Ругаются Скандалят И он Им сказал Не надо Не надо Ругаться Он заступился За того Которого Били Теперь Тот Которого Который Бил Он говорит А что Ты сейчас Хочешь Меня тоже Убить Как ты вчера Убил Египтянина То есть Это был Датан И он Пошел И настучал На Маши Робейну Значит В полицию И фараон Приказал Убить Маши Робейну Маши Робейну Убежал В 20 лет То есть Эти Датаны Аверам Они были Скандалисты Вот знаете Если эти люди Скандальны Всю жизнь Которые Все время Скандалят Теперь Значит Здесь Какая у них Была Причина Скандала Причина Скандала У них Была такая Что Калина Рувен Рувен же был Первенец Первенец Якова Первый сын Теперь До того Как первенцы Согрешили Золотым Тельцом Они делали Тогда Грех Золотого Тельца Это были первенцы Значит До этого Первенцы Были священниками После того Как они согрешили Священниками Стало Колено Леви Стал Род Леви Стали священниками То есть Первенцы Перестали быть Священниками Потеряли право Служить в храме Значит Они потеряли Теперь Рувен Был первый сын И первому сыну Положена Двойная доля Наследства Но Яков Рувен Был первый сын От первой жены От Леи На которой Яков женился А Йосеф Был первый сын От Рахели На которой Яков Изначально хотел жениться Лею ему подсунули Обманом Теперь получается Что Яков Перед смертью Благословил Сыновей Йосефа И поднял их На уровень На уровень братьев Появилось Два отдельных колена Ифраем И Минаше Не одно колено Йосефа А он ему дал Два Как бы Два удела А Рувена Он лишил первенства Теперь Царем Царь Стирот Пошел От четвертого сына От Иуда Царь Давид И царь Стирот Идет от четвертого От колена Иуды Рувен потерял По всем показателям Он потерял Знаете почему Яков Когда давал Благословение Благословение Перед смертью Своим сыновьям Он сказал Рувену Ты говорит Слишком Быстрый Как вода Ты вскипаешь Это То есть Такой человек Не может быть Ни священником Ни царем Тот Кто слишком Эмоциональный Быстрый Вот такой Вот разболтанный Да Он не может Управлять людьми Он собой не может Управлять Человек должен Вначале научиться Собо управлять А тогда он Может управлять Тем-то Так Рувен Потерял все Свои достижения Из-за своей Импульсивности Он был очень Импульсивный Теперь Но тут Как бы Идет обнуление Дали Тору Все заново Начинаем заново И тут Датан и Агарам Говорят Мы требуем Вернуть Обратно Обратно Чтобы Рувен Стал первенцем Нам нужно Два удела В земле Израиля И нам нужно Значит Чтобы мы были И царями И священниками Два удела В земле Израиля То есть Повод всегда найдется Теперь А что Он Бен Пелет И остальные 250 человек Знатных людей А те знатные люди Утверждали следующее Они говорили Что в принципе Передача по наследству Она сама по себе Имеет проблему Они говорят Почему С какой радостью Мы не верим Что Бог сказал Машер Абейну Что надо передавать Только потомки Аарона Могут быть священниками Мы не верим Все святые Все стояли на горе Сина Все Тору получили Значит получается Надо в каждом поколении Выбирать Кто святой Вот мы сейчас Люди Они были реально Праведники Они были люди Которые обладали Всеми качествами Они говорят Пускай нас И выбирают Мы должны быть святыми Не должно быть Передачи по наследству Значит Это кстати Очень Очень Ну логичная Постановка вопроса Логичная С точки зрения логики Но Бог Он вне логики Поэтому Бог сказал Что мир Работает так Как Бог установил Вот тут Очень важно понять Вот эту вот вещь Что человек не Бог Человек может думать Что Ну может да Мне кажется Что вот Если бы я был Богом Я бы сделал бы по другому Да может я бы сделал Три руки То есть Было бы прикольно же Тут еще третья рука такая Что я вот Двумя руками жестикулирую А третья в это время Там кофе пью Или еще что-то делаю Но Бог установил Что так Две руки И Бог установил Что Царский род Идет от царя Давида Значит Койны идут От Аарона Все Теперь Но Логика была В их словах Была Значит И все они пришли Против Машера Бену Все они пришли И сказал Корах И вся его община Значит Вот Все ясно И знает Бог Что Значит Всем Все мы близки К нему В общем Так они пришли С этим К Машера Бену Ваишма Мушет Теперь смотрим Как ведет себя Машера Бену Месси Который Был Абсолютно У него были Только чистые Попуши Он вообще не хотел Возглавлять Евреевский народ Он не хотел Их выводить Из Египта Ему Бог сказал Это твоя миссия Все Ты должен Он отказывался Возле этого куста Горящего Семь дней Он отказывался Значит И говорил Арон Возьми Арона Сколько людей Достойных Зачем я Мне хорошо Я пословец в пустыне Мне хорошо Разговаривай со мной Все Я не хочу заниматься Административной работой По выводу Евреев из Египта Бог ему говорит Нет Ты пойдешь В общем И они его сейчас обвиняют Что он хочет Возвыситься Над народом Что он хочет Захватить власть Маше И услышал Маше Ваиполь Альпанав И упал он Упал он Вот так перед ними Ниц на лицо И сказал Кораху И все его общине Значит Знает Бог Все что его И все что святое И он Кого хочет Бог К себе приближает И Которого Он выберет Того он приблизит К себе Вот это сделайте Возьмите Вот эти вот Такие были Софти Специальные Для воскурения Для того чтобы Была специальная смесь Для воскурения Которую приносили Как это жертва Приношения Воскурения Значит Возьмите Возьмите эти Софти Положите на них Огонь И положите на них Кторыт Кторыт Это вот эти воскурения Специальная трава Перед Богом Завтра И будет Человек Которого выберет Бог Он святой И Равлахэмбнэй льви И он говорит Здесь Колену леви Он говорит Вы Зачем возмущаетесь Те кто левиты Вы же служите Зачем вам быть Как аарон Бог сказал Что священником Будет аарон Левиты будут Помогать в храме Но жертва Будет приносить Аарон Коины И его потомки Разве Мало вам Он говорит Что Бог Вас выделил Из всего Народа Израиля И приблизил Вас к Нему Что вы будете Служить Аводат В Мешкане Значит Будете вы Служить В Мешкане И Стоять Перед всеми Между Общиной Израиля И Богом И Служить Значит И людям И Всевышнему В общем Так он им сказал Что завтра Значит Зачем вы Жалуетесь На аарона Он их пытался Успокоить Пытался с ними Договориться И Послал Маше К этим Датану Авераму Скандалистам И сказали Они ему Не Вообще Мы с тобой Разговаривать Не хотим И добавили Разве Мало Что ты Нас вывел Из земли Текущим Молоком И медом Из Египта Где они Были рабами А они Говорят Как переворачивают Когда человек Хочет нападать На другого То у него В голове Переворачивается Просто Черное С белым Они говорят Что Мало того Что ты Нас вывел Из земли Текущим Молоком И медом Для того Чтобы Нас убить Да Машеробейну Который Спас их И Для того Чтобы Нас убить В пустыне Так ты Еще хочешь Над нами Властвовать Вот Как у людей Завтра Мы узнаем Что было Дальше Завтра Мы узнаем Что было Дальше Но Мы можем Здесь Сделать Вывод Что Есть люди Которые Реально Производители Зла Вот Они Производители Зла Которые Ну вот Прямо У них Такая Такая Сущность Почему Они Производители Зла Ну Непонятно Может быть Их Действительно Они тоже Не По природе Свои Производители Зла Обычно Всех Маньяков В детстве Там Или Насиловали Или Как-то Их Чморили Очень Сильно Что Потом Они Становятся Маньяками Убивают Других Может быть Вот Эти Производители Зла Что-то В детстве Там Их Уронили Или Там Знаете Как Ребенок Который Маленький Еще Он Ж Когда Он Формирует Своё Отношение К миру Очень Зависит От Того Как Он Соприкасается Там С мамой С папой Если Какая-нибудь Мама Да Например Она Его Била Там С детства Может Же Такое Быть Может 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 Быть Она Его Роняла Может Быть Он Первые Свои Там В жизни Получив Воспитательные Моменты Когда Он Забирал У других Детей Игрушки И Их Бил И ему Это Нравилось Он Только Так Теперь Основное Количество Людей Реактивные То есть Они Реагируют На Окружающий Мир И Когда Ты На Человека Нападаешь С кулаками То Понятное Дело Любой Человек Он Тоже Будет Защищаться И Когда Вот Эти Люди Которые Производят Зло Они Тут Напали Там Напали Здесь Напали Там Напали Смотришь Все Вокруг Нервные Все Нападают Все В каком То Есть Такие Места Из Страны Где Люди Реально Они Вот Прямо Нервные Такие Есть Места Из Страны Где Ты Чувствуешь Наоборот Полное Такое Вайп Такое Расслабление Инергия Когда Люди Добрые Веселые Ни на Кого Не хотят Нападать И так Далее То есть Это Есть Теперь Мы Видим Здесь Что Машера Бейну Он Он Не Включился Сразу В их Конфликт Он Говорит Смотрите Он Услышал Да Вы Думаете Так Но Давайте Пускай Если Вы Не Верите Что Бог Сказал Что Священником Будет Аарон И Левиты Будут Служить В храме И Что Яков Он Говорил От Всевышнего Пускай Завтра Бог Разберется Сами Давайте Сделаем Служение То есть Попробуйте Приблизиться К Богу Настолько Насколько Приближается Им Предложил Спокойный Вариант Не Включился В их Конфликт А наоборот Пытался Пытался До последнего Момента Сделать Мир Даже Датану Авераму Которые Всегда Выступали Против Него Он Пытался С ними Договориться Пытался Сделать Мир Сказать Что Хватит Вам Но Они Ничего Слышать Не Хотели Тогда Он Говорит Все Тогда Пускай Бог Разберется И Завтра Мы Сегодня Одиннадцатая Глава Кстати Еще раз Советую Рекомендую Книжку Заказать И Эту Книгу Значит Изучать Каждый День Притчи Царя Соломона И Подарить Всем Своим Друзьям Знакомым Значит Можете На сайте Вайкра Заказать Книгу Есть В Украине Есть В Вене Очень Много Книг Есть В Вене В центре Города Возле Оперы Там Еврейской Общине И Он Пытался Со всеми Людми Сделать Мир Его Шломо Это Как Шалом Его Звали Царь Шломо Он Шел Через Шалом Он Женился На 700 Жен У него Было И Он С каждой Делал Шалом Через Жен Шалом Со Всеми Окрестными Царствами Он Был Человек Который Умел Сделать Шалом То Он Через Ум Через Шалом Он Сделал Тогда Израиль Местом Куда Ехали Цари Со Всего Мира То Были Улицы Вымощенные Серебром Построил Храм Там Дворец У него Был Такой Нереальный То Он И Ни Одной Войны Не Было Во времена Царя Шломо Его Папа Царь Давид Он Со Всеми Воевал Он Значит Завоевал Тоже Всех Врагов Разбил Галята Убил Там И так Далее То есть Он Шел Через Войну Но Война Во имя Всевышнего У него Было Полностью Все Во имя Небес Во имя Всевышнего Священная Война Он Мусульман Называется Священная Война Джихад Вот Он Все Что Было Против Всевышнего Царь Давид Просто Уничтожал Теперь Царь Соломон Он Со всеми Договаривался Он Всем Объяснял Он Со всеми Теперь Дальше Дальше Значит Одиннадцатая Глава Книги Мишли Где он Рассказывает Как мысли Тут очень много Написано Интересных Вещей Про Значит Про Цдаку И про Богатство И один Отрывок Очень известный Очень известный Отрывок Двадцать второй Который Двадцать второй Отрывок Значит Давайте я расскажу Это известный Такой Один из Ключевых Отрывков Тоже В Мишли В притчах Он говорит Если мы возьмем И поставим Золотое кольцо В нос Свиньи В Питак Котором Она В нечистотах Копается Значит Он говорит Что Как Если ты поставишь Золотое кольцо В нос Свиньи И оно Запачкается В нечистотах Так же Иша Яфа Весаратам Так же Женщина Красивая Но Саратам Которая Которая Безмозглая Глупая Без Бессмысленная Он говорит Вот эта красота Внешняя Если она Не направлена В правильном Направлении Да Если она Не соединена Со Всевышним То красота Интеллект Это как Золотое кольцо В В В Рыле у свиньи То есть Многие думают Вот я ребенка Своего Отдам Учиться Главное Чтобы он Хорошо знал Математику Химию Физику Не об этом Надо думать Главное Чтобы ребенок Был человеком Добрым Чтобы был Человеком Умным Чтобы был Человеком Который Понимает Людей Считается С людьми Который Разбирается Как Каким образом Правильно Выстроить Свою Жизнь Умеет Умеет Управлять Собой Да Все Вот эти Качества Важнее Чем Математика Математика Это красиво Химия Это красиво Значит Все Все Красиво Любые Интеллектуальные Качества Они Красивые Если Они направлены В сторону Добра Но если Они направлены В сторону Зла То они Наоборот Как Золотое кольцо В реле у свиньи Они Просто становятся Еще хуже Омерзительные Когда Были Вот эти Фашисты Которые были Главы Ну нацисты Которые ответственны За гибель Миллионов людей Они были Вегетарианцы Им жалко животных Но это же страшно Человек который отдает приказ Убить миллион детей И при этом он говорит Мне жалко животных Я вегетарианец То есть Хотя само по себе Вегетарианство прекрасно Но если человек при этом Добрый И он приносит пользу миру Тогда Если он вегетарианец Отлично Оно сочетается Но если он свинья Свиньей И при этом он вегетарианец То это просто Вызывает омерзение Дальше Царь Соломон Говорит здесь Очень полезную Такую вещь Четвертый отрывок Одиннадцатой главы Звучит так Ло иль Он Бьем Эвра Значит Не поможет Он Это имущество Значит Есть Богатство Оно делится Особенно в то время Когда жил царь Соломон В чем выражалось Богатство Вот у тебя есть Например Деньги Да у кого могли быть Деньги в то время Было три категории людей Были земледельцы Были Значит Пастухи Были Четыре категории Ремесленники И были воины То есть Четыре категории Земледельцы Пастухи Ремесленники Воины Значит Деньги были В виде серебра И золота Значит Серебро Золото Возьмем Человек Который Земледелец Он что-то Своими руками Не было же Технической революции Он взял Запрек Там Ослика Или быка Плугом Покопал Там Руками Все Все руками Все плугом Все Вырастил он Немного Своего урожая Хватит ему Покушать Ему и его семье Что-то он может Продать Значит Что-то он продал Что на это он может Купить Овечку Купил он овечку Потом Две овечки Три овечки Шерсть продает Он Значит Стал пастухом Теперь Стал он пастухом Ему надо Заработал Он чуть-чуть Продает овечек Получает Чуть-чуть золота Чуть-чуть серебра Золото Чтобы получить Это было Ну Очень Редко И Куда ему дальше Девать эти деньги Значит Эти деньги Ему девать Куда Куда ему девать Деньги Он покупает себе На эти деньги Одежду какую-то Покупает там себе Какую-то посуду Очень все было дорого Все предметы Делались вручную И вот этот мастер Он мог делать кастрюлю Там Год он делал Эту кастрюлю И через год Он эту кастрюлю Продает За какую-то Одну монетку Там были Эти самые Которые обувь делали Сапожники Портные Там и так далее Значит Все руками Все руками Все очень долго Тяжело Теперь Что делали В это время Воины Воины Они забирали У земледельца Зерно У пастуха Забирали Овец А у этого мастера Они забирали Его Значит Кастрюльки И обувь Теперь Эти воины Они объединялись В банды Если это банда Они значит Они Грабили Эти караваны И так далее Теперь В каждом городе Появлялся Какой-то Внутренний бандит Такой Который Назывался Правитель города И он Собирал себе Охрану Но он говорит Смотрите Вы мне должны платить Значит Все Земледельцы Овцеводы Эти Ремесленники Все мне должны платить Налоги 30% На эти налоги Я буду содержать Армию И буду вас защищать Понятно Понятно От этих разбойников И получается Все правительства Это значит Банды Которые Которые Защищали Свои города Там И деревни А те разбойники Которые с большой дороги Они Вот эти были Кочевые племена Которые Делали набеде И убегали Да Теперь Получается Было такое понятие То что называется Ошер богатства А было он Он это имущество И говорит здесь Царь Самон В четвертом отрывке Ло иль он Имущество Не поможет тебе В день войны Потому что Когда наступала война Имущество Наоборот Становилось Главным Главным Притяжением Для того Чтобы на него Нападали Ты не мог Имущество Собой Унести Дома Сжигали Все сжигали То есть Это становилось Оно не помогало Человеку Когда Наступала война Утздака Но Тздака То что человек Дает Тздака Это Милосердие Милостыня Татсильми Мавет Спасает от смерти То есть В момент Когда начинается Война Военные действия Спасти человека Может удача Если ему повезло Бывает что человек Идет по улице Я один из Ну я его мало знал Это был очень Друг моего брата Он человек был Который всю жизнь Там Он тренировал Спецназ Все Потом он ехал На велосипеде По улице В Харькове И ракета его убила Вот в этой войне То есть Когда война Человека может спасти Не сила его Не имущество Не деньги А только Милосердие Всевышнего Только удача И здесь Прямо нам говорится Что Когда Ло-Иль Он не поможет имущество В день В день войны Утздака Татсильми Мавет Здака Милосердие То есть То что ты Когда-то Кому-то помогал И спасал людей Своими деньгами От смерти От болезни От Помогал То есть Написано Что Тот кто Дает деньги Бедному Он как будто бы Дает взаймы Богу Он себе на небе Делает депозит И вот этот депозит Он как раз И обналичивается В минуты опасности Теперь дальше Тут идет Несколько отрывков Про Дздаку Есть нюансы В Дздаке Потому что Если ты даешь Дздаку И тебе за это Есть почет Уважение Слава То ты сразу же Уже обналичиваешь Вот этот вот депозит Который у тебя был На небе Поэтому Дздаку Нужно давать В тайне В тихую И желательно Чтобы те люди Которым ты даешь Дздаку Чтобы они тебя За это не благодарили Тогда у тебя Вся твоя награда Тогда ты даешь Дздаку И ты как бы Даешь взаймы Всевышнему Да Прямо так написано Дальше Дальше Тут есть еще Интересная вещь Что нельзя Ни за кого Ручаться Пятнадцатый Отрывок Например Очень тоже Классный Такой полезный В жизни Что ты Человек Ставит себя В очень опасное Положение Когда он Становится Поручителем За чужого И тот Кто ненавидит Вступать в споры И Значит Тот Кто ненавидит Поруку И вступать в споры Да Он будет В безопасности То есть Не надо Вступать в споры Не надо Ни за кого Поручаться Ты не можешь Даже Сказать Что я тебе Точно говорю Что он прав Ты не знаешь Даже если ты знаешь Например Человек говорит Да я тебе сейчас Докажу Там вообще Сто процентов Докажу Потому что Я это слышал Где-то читал А ты знаешь Откуда он это взял Ты полагаешься На чужое мнение Но ты же не знаешь Откуда он это взял Так зачем ты будешь Поручаться За чье-то мнение Если ты не знаешь Откуда он его взял Все дорогие друзья Значит Мы хорошо поучились Сорок минут Прям дольше Чем обычно Чтобы Всевышний Дал всем нам За то Что мы учим Тору И действуем по Торе Чтобы Всевышний Нам дал Благословение Во всех хороших делах И услышал Наши молитвы Всем удачи Успехов Хорошей недели Хорошего дня И чтобы мы Выстраивали свое мышление Свою жизнь По мудрости Царя Соломона Который выстраивал Свою жизнь По божественной мудрости И чтобы у нас было Благословение Во всех хороших делах Все Удачи Успехов До завтра Свою жизнь По мудрости 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 По мудрости